Владимир, у вас вопрос как к знатоку российской провинции. А есть такие настроения, что людей может раздражать то, что огромные деньги тратятся на этот спорт высших достижений, а внизу закрываются спортивные школы, стадионы, денег нет. Раздражение большое. Раздражение большое. Да, я как раз когда в прошлом году шел, вел свою избирательную кампанию по сельским районам Алтайского края, люди действительно не понимали, почему у нас Олимпиада в Сочи была в 25 раз дороже, чем ванкуверская. Люди, когда я упоминал о чемпионате мира по футболу, далеко не все болельщики, и далеко не все рады тому, что сколько у нас там 10-11 городов получают огромное финансирование. Да еще и непонятно. Там же не только стадион строится, там же еще вокруг стадиона инфраструктура, гостиницы, аэропорты. То есть какие-то избранные по руководствам регионы получают огромные инвестиции, которые, понятное дело, что если где-то прибыло, то где-то убыло. Поэтому вопросы такие задают, и действительно вот этот пир роскоши, вот эта злополучная зенит-арена, которая просто уже притча воизвестных. Бахван-арена. Людей это очень раздражает, и люди действительно считают, что в такой тяжелой ситуации проводить так много дорогостоящих фестивалей, как сказал Александр. Там зимняя Олимпиада двухнедельная, чемпионат мира, ну подольше, месяц, месяц будет продолжаться. Но тем не менее, тогда действительно люди задают вопросы, когда 23 миллиона людей не за черты бедности, а оправдано ли стране брать на себя такие расходы?